Там еще по ходу, пока мы будем добираться до квеста, там еще один квест образуется. Я его пропустила на этот случай. Думаю, все равно мы будем еще раз перепроходить. Это когда я в Гвинт не смогла победить. Я пошла навстречу Сахе и взяла квест от нее. Милостивая госпожа, если вы увидитесь с капитаном, будьте так любезны упомянуть. Это все, мой любезный. Ты можешь идти. Ведьмаку нужны абсолютная тишина и покой. Ну еще бы. Неплохо у тебя вышло. Ты правда знаешь этого капитана? Да, ужасный человек. Ну, принимайся за работу. А, это на балконе точно. Похоже, что-то тяжелое двигали в сторону террасы. Арбалетный болт. Кто-то привязал к нему кусок веревки. Она явно отрезана. Может, вор спустил на этой веревке мешок с деньгами? Тогда у него должен был быть сообщник, который ждал на улице. Внизу что-то есть, но отсюда не разглядишь. Так красиво. Почему у нас не опускать отсюда? А, охранника не осмотрели. Раны нанесены под странным углом, но очень профессионально. Это сделал кто-то из участников турнира. Он спустил деньги на веревке, а после спокойно прошел мимо стражника. Ммм. Этот кто-то хорошо подготовился. Ты сумеешь его выследить? Еще не знаю. Посмотрим, может, на улице остались какие-то следы. Что-то камера. Пойдем. Ракурс как-то странно поменял. Ну, я уже знаю, что будет. Потому что я уже проходила этот квест. Да. И, в принципе, здесь ничем не отличается. Что первый, что второй вариант. Поэтому я смекнула. Не стоит, наверное, первый вариант. Выгружать. Ничь чего. Сильно отличающегося от того, что мы сейчас увидим. Ну, я посмотрю, может, я там что-то говорила о прошлом. Я уже не помню. Следа. Это другой разговор. Точно такая же, как та, что привязана к арбалетному болту. Надо здесь усмотреться. Откуда этот запах здесь? Горица. Странно. Я ничего не чувствую. Чудесно. Чудесно. Наматывают. Так, мы зависли. А стража-то этого убийцы искать не хочет. С чего? Он слишком спешил и потерял вот это. Должно быть, выпало из повозки. Откуда ты знаешь, что это потерял вор? Под свертками лежит арбалет. Меня так и разбирает вспомнить какую-нибудь шутку насчет острых приправ. Но я воздержусь. Ценю. Я уже видела этот цеховой знак. Эта компания торгует приправами из Зерикании. У них склад в доках. Он с этой стороны порта, дальше всех к северу. Встретимся на месте, хорошо? Договорились. Договорились. Мы еще квест подберем, походу. Не буду его переодевать, что-то мне... Надоели эти шмотки все. А, бить-то мы будем стальным мечом их. У меня еще серебряный меч. Торх. Хейрн. Пустует. Прогите доспех, что-то я не то использовала. Надо на стальном... А, на стальном оружии надо это использовать. Ну, ладно. Так, сохраняемся. Что-то за полосками. А тут такие. Так, выполняем квест. Да, я зашла... Выиграть этот турнир. Я тогда выключила, надоело мне. Давай, не стесняйся. Меня найдешь все, что нужно. Приказ у них, видите ли. Так, перемещаемся куда-нибудь поближе. Я тогда вот от этого перекрестка бежала. И как раз мы с вами встретимся с еще какими-то подозрительными бандитами. Квест какой-то нарисовался. Заработать денег. Ну, как я сказала в квесте, Аня говорит, легкие деньги. Но, Герлит, у нас сомнительные дела не берется, если даже легкие деньги. Иногда согласишься помочь людям, а потом это все повернется боком ему. Репутацию кое-как отмыл. Вторая часть, да? Когда его подставили, думали, что он убил Фольтоста. Наоборот, он ему помогал. Тут было обидно. Так, 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 так. Бежим отсюда. А можно еще деньги обналичить в банке. Походу, действительно. Когда еще, как не сейчас? Когда мы квас делаем? Вополняем. Да, у него руки где-то сами своей жизнью живут. Это уже давно такая проблема с этим красноледом. Ой, какой заем. Никаких кредитов. У меня есть немного денег. Я хотел бы обменять их на кроны. Вы попали по правильному адресу. У нас самый выгодный курс в городе. Ну, хорошо. Он где-то здесь должен быть. Да-да-да-да. Мы тогда ночью шли. Мандит. Перед этим сохранилось. В чем дело? У нас, сударь-ведьмак, беда. Ищем мы раненого товарища. Ну и найти его не можем. Бедняга должна быть кровью истекает. Вы ведь разных чудищ выслеживаете. Они хотят, чтобы мы потерянного товарища их нашли. Говорят, кровью истекает. Хорошо, заплатят. Но, блин, мы с бандитами здесь вперёг убьёмся. Это довольно странно, но в следующий раз на нас нападут. Мы всё так делаем и решим мечами. Почему бы нет? Время есть. Ну так ведите, сударь-ведьмак. Как можно скорее, а то ведь несчастному помощь требуется. Если вы меня отвлекаете просто так. Ах да. Бежал он к порту. Из каналов. Из каналов? Вонь источных вот я везде узнаю. В общем, если они меня не свободны, Навиграад. Если они просто меня так отвлекают. То и так дело не пойдёт. Я ещё в прошлый раз отвлеклась. Но не стала брать этот квест. После бравого налёта Геральта и Трис, по смерти Мэнги, охотники за колдуньями решили отыграться на чародеях и нелюдях. Вооружённые отряды рыскали по всему городу в поисках тех, кто хоть чем-то напоминал чародельч. Чьи уши были чуть острее обычно. Чё-то не вижу ничего. А вот. Отпечатки башмаков. Следы Ила из водостока. Легко будет отыскать мага в этом муралейнике. Легче, чем тебе кажется. Достаточно пустить правильный слух. Это как? Распускаешь сплетни, что у тебя отец болеет. И помочь ему может... Говорят, какие-то ведьмаки на Нильфов шпионят. Придётся потратиться. О, не беспокойся. Его королевское величество... Крось свежая. Постоишь за меня, вечернюю стражу? Не морочьте мне голову! Смелуйтесь, господин. У меня больной ребёнок. Да не один. А ты эльф? Чё цепляешься, грязнуля? Не видишь, я занят? Ну давай, не стесняйся. И когда же вы, наконец, начнёте уважать купцов? Товар, который вы нам предлагаете, это просто оскорбление для моих глаз. Так и что же вам не нравится? Всё. Вы продаёте какие-то старые обноски, а не одежду. О, вот и он, благодетель наш. Вот где ты, сукин сын. Пять пудов чистейшего физ штеханам спалил. Да ты знаешь, сколько это стоило? Лады, ведьмак. Забирай кассу и уматывай. На самом деле, они сжигают ведьм. Так что мы сами их убиваем. Трис была в опасности из-за таких. Делайте, что хотите. Можешь нас не уговаривать. Так, теперь идём по заданию. Так, а по заданию мы как идём? Попиши мне что-нибудь красивое. Это какой Йеннифер, а как же? Гвинт, надо переключить задание. Ну, а за начо? Махалыч, мы это выполняем. У меня дедушка заболел. Пожалуйте, пожалуйте. Купите всё и получите превосходную скидку. Блин, что он, какие мольные вещи. Весь комплект бы на него одеть. Видал ты этих бедолаг, что с Вилли на бежали. Сейчас, подожди, я соберу тот оставшийся. Я тебя видел. Я тебя можно не беру. А ты чё такой белый? Видел тот пустой корабль? Да. Никто не знает, откуда он там взялся и кому принадлежит. Да. Это всё, что ты можешь сказать. Гай, медяшка. Я думаю, что если чего не понимаю, то лучше иди. Куда спешишь? Нарек. Ну и чё? Бесполевно так. Да. Это ж ясно, как вечный огонь. Люди, пожелеете. Страдаю от бедности. Раунд, стой. Дверь я открыть не смогла. Значит, найдём другой путь. Ну, вначале я так смеялась. Я же не знала, что она. Что она шпион и, как выяснилось, наёмница. Сыщик, думаю, нашёлся. Напарничек наш. Вот и у нас уровень алкоголиков. Добрый бы из тебя вышел моряк. До первого блёва. Нет, давайте сейчас сначала всё соберём. Нам нужно наверху и... Наверх надо. Вроде чё, должен сказать. Попробуем войти здесь. Давай вперёд. Слушай, когда дамы вперёд... Нет, это не тот случай. Сейчас сразу же я обработаю пленок. Я дам повешенную. Пидос. И заморозочку какую-нибудь. Мне кажется, я тоже хорошо бы сработал. Низушка, низушка. Стырил деньги. Поэтому особо не расстроился. Который из них гортензия? Тот высокий. Игра окончена, Тули. Отдавай деньги. Игра, вот именно. Я наблюдал за тобой с самого начала, но думал, если ты меня выследишь, то придёшь одна. Ты уже рассказала ему, кто ты? Нет? А он наверняка с удовольствием послушает. Говори. Говори, или я велю переломать тебе пальцы. Ну, говори, говори, мы слушаем. Что происходит? Всё очень просто. Мадам Саха проглотила сказочку про разводчика шампиньонов, как пеликан-кирпич. Я думал, она будет мудрее. Ну так как? Ты сама скажешь, на кого шпионишь в Новиграде? Или хочешь это прокричать? Отойди от неё. Попридержите кто-нибудь ведьмака и поставьте его так, чтобы ему было хорошо видно. Хорошо. Первый раз даже быстрее всё получилось у нас. Ну да ладно. Да точно. Разводчик шампиньонов. Как говорится, ты нас приглашаешь на чай или посидеть, поговорить. Думаю, планы у тебя более дальновидные. Но у нас будет время отказать. Может быть, если бы она была более обаятельная и в моём вкусе, тогда да. А так, ну, красивая девушка, ничего не имею против, но она не в моём вкусе. У меня другие планы на вечер. Да, приду я, поболтаем. Дело даже сейчас не в Йеннифер. Я не знаю, что у них вообще происходит с Йеннифер. Вообще ничего непонятного. Как будто бы они каждый сам по себе. И, в принципе, и Йеннифер особо это не парит. Но если бы мы вдруг мутили и с ней, и с ней она бы нам... Она бы нам устроила свидание с подвохом вместе с Трис. Кстати, может ещё устроить, потому что он же у нас был в борделе перед встречей с ней. Кто его знает? Трис мы только поцеловали, но за ней не последовали остаться, её не попросили. Не знаю. Хватит это для того, чтобы Йеннифер захотела нам отомстить. Стрис. Хорошая мысль. Может, в другой раз? Что ж, понимаю. Не все истории кончаются одинаково. В таком случае мне пора. Приятно было познакомиться с Геральт из Ривии. До встречи в другой раз. Про то, что она красивая, это я говорил объективно. Мне она не нравится, если что. А так просто видно черты лица эстетически сложенные, да? А так на вкус и цвет. Все мы знаем ответ. Мини-перевес. Что-то мы тут не собирали. Даже продать, в принципе, нечего. Пойду-добегу до Краснолёда. Ну, какой выкинуть, алло? Нажала на Р. Я молодец. Так, смотрим, где у нас тут поблизости. Она как раз здесь где-то. Прямо здесь. Так, сейчас продам и вот тут у меня есть немножечко барахлишко. Сейчас скажу, 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 скажу. Это тут вот здесь вот продать лучше. Так, а куда у нас продавец ушел? Но обед. Время 4.05. Поэтому его-то и нет. Понятно, они всю ночь сидели, болтали. Кто-то кого еще уламывал. А Геральт у нас, оказывается, с принципами, мужичок. Так, бывает у нас исключение из правил. Так, сейчас я же пошла к продавцу. Так, мне нужно продать тебя. Покажи мне свои товары. Смотрите, у него рубашка на моклый цвет поменялся. Прикольно. Прикольно. Даже такие мелочи. Можно заметить. Я случайно, я хотела выбрать циферку 1. Одну штуку. Что я ему продала-то? Аарт. Вот, весь арт ему продала. Но я не буду обратно покупать. Блинардом пользу я взяла, продала. Мне молодец. Пойдем в бордели веселую песню поем. Это у нас кабаре. Не думайте там что-нибудь. Отлично. Может быть, тебе река садится, не стесняет. Сокупников заколкунен. Наверное, показания не будет. Ну, текстуры куда-то проваливаются. Людик, это все тут как всегда. Не изменяешь себе. У меня два одинаковых комплекта. У меня две пары перчаток одинаковых. Надо одни продать. А тебе продам. Здравствуй, Эйвор. Здравствуй, Геральт. Покажи мне свои товары. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас.